Бизнес. Экономика. История. Культура. Через призму более 15 лет жизни в Поднебесной. Китай с Евгением Колесовым. У меня за спиной спортивный комплекс города Чхэнду. Как он свяжен с нашим сюжетом, вы поймете чуть позже. Значит, те, кто занимается поставками из Китая, знают, а кто только планирует, должны знать, что в Китае производство товаров распределено по территориальному принципу. Например, вот здесь спортивный комплекс, и тут же напротив него целая улица спортивных товаров. Тут есть все. И бренды, и иностранные, и адидасы, и найки, пумы, и рыбаки, все подряд. Никто никого не спрашивает об официальных лицензиях. Вот. Здесь, пожалуйста, вот такие маленькие отсеки. Здесь все. Спортивная форма, ролики, скейты, шляпы, теннисные ракетки, пинг-понг, бомбинтон для плавания, самокаты, все подряд. Поэтому, если вы планируете заниматься поставками из Китая, вы должны проанализировать тот или иной регион, где будет наиболее широко представлена эта тема. Чем будет плотнее концентрация, тем можно будет выгоднее добиться цен. Потому что и сырье, и рабочая сила, и все, в общем, заточено под производство той или иной продукции. Здесь вот эта вот улица, видите, магазинов здесь 50. Они не боятся конкуренции. Вот мы зашли в один из магазинчиков. Здесь, пожалуйста, Челси, Самсунговские, Флай Эмираты, футбольный клуб Реал, да, судя по всему, Дортмундская. Что тут еще? Боруссия, что тут? Вот Гуанжоовская, кстати, форма. Видите, в Чхэнду тоже любят нашу Гуанжоу, Гуанжоовскую команду. Я спросил, есть ли российская форма? Насколько мы популярны в Китае? Например, в Чхэнду. Давайте посмотрим. Сейчас она говорит, посмотрит. Ну-ка. Есть, она говорит, есть. Сейчас она говорит, поищет. Так, 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 смотрим, где. Наверное, не очень ходовая, поэтому, в общем-то, и на винном месте она и висит. Тетя сама, в общем-то, не знает, где она-то и чего. А, вот эта, говорит, русская? Да нет, это не русская. Пуше. Я спрашиваю, вы вообще знаете, где Россия? Она говорит, где-то там, на Синьцзяне. На Синьцзяне. Ну что ж, да, может быть, и на Синьцзяне. Нету формы, видите, немножко неудача. Пойдемте посмотрим, может быть, дальше где-то есть. Вот мы зашли в еще один магазин посмотреть российскую форму. Увы, есть вот какое-то, вот такая, ну, елки-палки. Нету российской формы. Ну да ладно. Основная суть сюжета, которую вы должны вынести для себя, да, территориальный принцип, по которому нужно искать продукцию и наиболее выгодных поставщиков. Поэтому не теряйте деньги, вам оптимизма. Смотрите нас на Ютюбе, ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы с вами. Пока.